Итак, всем привет! Сегодня мы посмотрим еще одну сборку. Этот раз бюджет будет до 35 тысяч, но в связи с небольшим скачком курса все-таки будет ближе к 36, но опять же это не точно. Процессор я выбрал AMD Ryzen 3 1300. У него выше базовая частота. В боксовой версии есть кулер. Разгон мы делать не будем, потому она в принципе подходит. Материнская плата Asus, вернее Asrock. Это дочерная компания Asus, поэтому не суть важна. Она будет стоить 3150. На чипсете она нам подходит. Оперативная память будет две планки Ballistic Sport. Частота 2666. Это для Ryzen 3 нормальная частота. Это его в принципе дефолтная частота. Разгон мы делать не будем. Это сэкономит нам деньги на системе охлаждения, на самой материнской плате, на блоке питания и так далее. Корпус я выбрал Deepcool VFB2. Неплохой корпус. Вполне можно сделать кабель менеджмент. Он только для МТХ и мини-ТХ плат. Ни за что не переплачиваем. Нормальный корпус. Много отзывов. Видим большой рейдинг. Это реально хороший корпус для недорогих сборок. До 40 тысяч. Просто однозначно. Только он. Блок питания AeroHall VX400. Есть конечно вариант с FSP. Но FSP там шумная система охлаждения. А чиптеки стоят подороже. И сейчас в принципе что-то их не сильно много. Какие-то другие варианты стоят подороже. А нам 400 Вт в принципе хватает. И решил я в эту сборку поставить SSD на 120 ГБ. Этого в принципе будет достаточно для системы. Там и одно, и двух онлайн игр. Это поможет нам частично компенсировать небольшое количество оперативной памяти. И добиваем мы дисковую подсистему. 1 ТБ жестким диском Toshiba P300. Это мой любимый жесткий диск. Они достаточно быстрые, тихие. И в принципе никаких проблем с ним нет. Ну и гарантия 24 месяца. И с видеокартой тут традиционно. Из-за спроса майнингов, каких-то других факторов, скачков курса. Видите, насчитали мы уже 26 тысяч. И как бы видно, что мы не вкладываемся. По содержимому корзины можно понять, что мы в принципе взяли все одно из самых дешевых. Ни за что не переплатили SSD в данном случае не как росказ, а как необходимость для этой системы. Все-таки, если хоть чуть-чуть человек более-менее чем-то увлекается, будет что-то делать, либо фото, либо видео делать, какие-то векторные изображения рисовать, будет архивировать винраром. Для архивирования и двухканальный режим памяти есть SSD для работы с мелкими файлами, там всякими шрифтами и так далее. Это в принципе полезно, если будете заказчику что-то отправлять. Это сборка больше рабочего компьютера, чем игровой компьютер. Но все-таки видеокарту мы тоже возьмем с учетом World of Tanks, Overwatch, War Thunder, самолеты какие-нибудь, корабли и так далее. Dota, Counter-Strike, Battlefield 1, можно GTA V. В принципе, по видеокарте вариант Power Color AMD Radeon RX 560 на 2 гигабайта. Утром она стоила менее 8 тысяч. А сейчас вот непонятно, то ли майнинг, то ли что-то. В принципе, подорожала на 1000 рублей. Как вариант мы можем рассмотреть еще. Asus GeForce GTX 1050 тоже стоит десятку, утром стоила девять. И как вариант, опять же, люди, подписчики, которые соберут всегда лучше, быстрее, более производительное, дешевле и так далее, я им, в принципе, показываю тенденции, что палитовская 1050 Ti стоит почти 14 и видим ту же ситуацию начала февраля, когда 1050 Ti от Asus, от MSI, с бэкплейтом, с хорошим исполнением доходили до 17 тысяч рублей. Потому что только палит 14, наценка за бренд туда-сюда, за какой-нибудь оверклокинг, и сразу будет цена на Asus или MSI топовые карты, сразу будет 16-17 тысяч. Мы это все закрываем, решил я остановить свой выбор на 560-й, хотя здесь и пишут 114 Cu, но количество универсальных процессоров 1024, это не 896. В принципе, если она и урезанная, мы все равно выйдем на результат типичный 460-й. 460-й на Авито сейчас стоит 5,5-6-7 тысяч, и до 8-ми доходят даже за 2 ГБ. В принципе, 9500 дорого, но, опять же, если курс более-менее устаканится, и, опять же, по этому магазину будет наличие, за 8 тысяч можно смело брать. Если нет, я показывал вариант GTX 1050. И такая сборка за 36 тысяч, в принципе, нормальная. SSD-диск, двухканальная память, все как любят мои подписчики. И процессор 4-ядерный, 4-поточный, базовая частота тоже нормальная. Спасибо за просмотр, подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok